Усть-Курдюм Собственник воткнул забор Прямо в будущую дорогу Аппетит хорошо виден на контрасте С домами выше по улице Вдоль них есть место для пешей ходьбы Окна местного главы выходят Как раз на этот забор А Дрей Жаднов давно поставлен перед этим фактом Не только со стороны прессы Но и со стороны местных жителей Владелец участка своим забором Попросту спихнул людей на дорогу Этот факт действительно имеет место быть Действительно там есть небольшой захват Причем линия забора идет таким образом Что собственник в одном месте захватил участок А в другом месте Он свой участок оказался на муниципальной дороге Я думаю что сделано скорее всего Это было неумышленно Но тем не менее информация направлена в Росреестр Для принятия мер реагирования То есть этот факт он выявлялся нами До появления некоторых новостроек Между домами было одно расстояние А теперь проезды заметно сузились В данном случае часть крыши постройки Врезалась в проулок Говорят однажды был такой случай Принципиальный водитель не захотел пропускать Автомобиль скорой помощи Пытающийся объехать пробку по встречной Каково же было его удивление Когда он узнал что карета Спешила на выезд к его матери Так и в селе Усть-Курдюм Некоторые ведут свое строительство так Что полностью блокирует проезд Автомобилем экстренных служб Говорят этот козырек уже стал причиной Множество конфликтов между соседями Даже осенизаторскую машину Сюда приходится вызывать особые модели Чтобы она смогла проползти Не задев пресловутый козырек Но его судьбу уже решил суд А владельца наказала сама жизнь Жители обращались в суд Администрация Усть-Курдюмского муниципального образования Обращалась в суд Значит все суды сейчас выиграны Всех инстанций И владельца домовладения У него там гараж заступает На муниципальную дорогу суд сейчас обязал Демонтировать часть этой постройки Освободить пожарный проезд Потому что там у самого этого гражданина Буквально вот в этом году По-моему случился пожар И не смогла проехать пожарная техника Шутки с огнем никогда хорошо не заканчиваются А особенно с газом Но кому-то видимо живется так тесно Что хочется залезть на чужую землю Хотя бы на полметра В результате за забором оказывается Часть газовой магистрали Как говорят юристы Подобные маневры регламентируются Федеральным законодательством Газозабор плохое соседство Федеральным законом о газоснабжении В Российской Федерации Предусмотрено установление охранной зоны На земельном участке Прилегающим газопроводу Так для наружного газопровода Ширина охранной зоны составляет Два метра с каждой стороны И в границах такой охранной зоны Запрещено строительство каких-либо объектов Также запрещено копать На глубину более 3 десятых метра И запрещено огораживать И перегораживать охранную зону Кроме охранной зоны Устанавливаются минимальные расстояния От газопровода до каких-либо Объектов капитального строения И в зависимости от диаметра газопровода И от давления газа в трубе Такое расстояние может быть От 2 до 20 метров Строить в пределах Минимальных расстояний Можно только при наличии Разрешение собственника объекта газоснабжения Соответственно, при отсутствии такого разрешения И при наличии иных нарушений Объект подлежит сносу Устанавливать охранную зону Должен собственник газопровода Если такая зона установлена И, соответственно, строительство Произведено в пределах Такой охранной зоны То ответственность будет лежать На лице, которое существило строительство При этом охранные зоны объекта Должны быть внесены В единый государственный реестр недвижимости Но, видимо, собственник воспользовался недоработкой И затащил газовую трубу за забор Сейчас по публичной кадастровой карте У нас нет сведений, что там есть охранная зона Но вот сейчас, раз такая информация пошла Значит, мы сейчас обратимся Официально к собственникам этих сетей Чтобы они дали оценку Вообще законности Возможности нахождения там объекта В виде забора Потому что, как бы, это зона ответственности Собственников этих сетей В любом случае территории должны застраиваться Ведь на протяжении многих лет Эти участки пустовали Но работы должны вестись без нарушений Последствия которых могут выливаться Не только в споры хозяйствующих субъектов Но и могут привести к серьезным трагедиям Как в случае с перекрытием пожарных проездов А местная администрация должна выстроить работу так Чтобы реагировать приходилось Не по совершившемуся факту А на опережение Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...